Добрый день, наши уважаемые юные телезрители! Вас приветствует новая телепередача «Азбука права», с помощью которой мы с вами будем изучать, что же такое право и для чего оно необходимо каждому гражданину. Наша азбука поведает вам не только о правах, но и об обязанностях, обучит правовой культуре и, конечно же, поможет воспитать в каждом из нас законопослушного и достойного гражданина. Меня зовут Айджема Аусмонова, и первый выпуск нашей программы мы решили посвятить такой интересной теме, как Конституция Кыргызской Республики. А поможет нам в этом вопросе разобраться наш виртуальный ведущий Акыл. Привет! Меня зовут Акыл, я виртуальный ведущий, и тема на сегодня – Конституция. Сегодня у нас в гостях Эдиль, и он попытается рассказать нам, что же такое Конституция. Как ты думаешь, что такое Конституция? Я не знаю. Как ты думаешь, как она может выглядеть? Ну, это такой урок. А как ты считаешь, чему учат на этих уроках? На этих уроках учат поведение. Я думаю, что это практически правильный ответ, а давай с тобой сейчас перенесемся в школу и спросим у других ребят, что же они знают о Конституции. Я думаю, что это такая организация, которая что-то делает в нашей стране. Я думаю, что такой урок или что? Это может быть такая книга или институт такой. Про науку что-то. Творить там робота всякое, там научное что-то. Конституция – это закон, которому мы должны сотрудничать с ним, подчиняться ему. Что-то такое необычное. Конституция защищает права человека. Конституция – это закон о правах человека. Конституция – это главный закон страны. Конституция – это главный закон государства, который обозначает право человека и его свободу. Это основной закон страны и прав человека. Оно звучит очень серьезно так. Какие же разные мы ответы услышали. Правда, Идиль? Да. Понравились тебе ответы? Да. Расскажи, пожалуйста, мне теперь, какие правила ты соблюдаешь в школе и в семье? Я в школе соблюдаю правила поведения в библиотеке, в столовой и в самой школе. В библиотеке надо книги возвращать точно в срок, который тебе дали. Если ты их не успел прочитать дома, можно прийти и сделать так, чтобы у тебя был побольше срок на то, чтобы их прочитать. А дома какие правила есть у вас и соблюдаешь ли ты их? Ну, я что дают. Сплю когда, чешу зубы. И слушаешь за родителей, да? Молодец. Вот, по сути, свод правил, которые соблюдаешь ты, и есть Конституция, но только лично для тебя. Но в нашей стране живет очень много людей, и для каждого из них не может быть каких-то отдельных специальных правил. Поэтому давным-давно люди решили, что занесут общие правила в одну большую книгу. И тех людей, которые будут соблюдать данные правила, будут считать законопослушными, добропорядочными и послушными гражданами Кыргызстана. А сейчас же я хочу задать вопрос тебе. Как же называется этот документ? Конституции. Молодец, Иди. А сейчас же я хочу прибегнуть к помощи нашего виртуального соведущего Акыла, чтобы он более подробно рассказал нам о том, что же такое Конституция. У любой страны в мире есть своя Конституция. И в ней перечислены основные права и обязанности человека и гражданина, а также основные правила, по которым живет целое государство. Конституцию принимают все наши граждане. Для этого в стране проводится голосование. Ребята, а вы знаете, в каком году приняли первую Конституцию Кыргызской Республики? Я думаю, что это 20 ноября. 93 года, 21 ноября. 1993, 5 мая. 30 августа. 1993 года, 5 мая. 10 декабря. 25 мая 1993 года. 1 конституцию Кыргызской Республики приняли 5 мая 1993 года. Благодаря этому закону наша страна стала независимым и суверенным государством. Дата принятия первой Конституции является национальным праздником Кыргызстана. Ребята, а какие нормы нашей Конституции вы знаете? В Конституции все националисты равны и человек не может расу затронуть другого человека. То есть это права, если у человека есть права, то у него также есть и обязанность. Как правильно себя вести в обществе, именно права человека, какими правами обретает человек. Защищать людей, их свободу слова. Люди могут свободно высказываться, они могут свободно исповедовать любую религию и при этом не боясь, что их за это могут арестовать. Получается, это правовые и законодательные нормы. Они обеспечивают порядок в нашей стране и задают ритм на жизни. Каждый человек имеет право на жизнь, учиться, на медицинское обслуживание, защиту прав граждан. Права человека, ребенка. По-моему, права животных тоже должны быть. Потому что животные, они живые существа и почти как люди. Тоже есть разум. Однако, за три года независимости Кыргызстана в Конституцию вносились различные изменения. И 27 июня 2010 года кыргызстанцы приняли новую редакцию основного документа страны. В нашей новой Конституции 9 разделов и 114 статей. Все эти статьи регулируют правовые обязанности граждан и самого государства. Теперь мы знаем, что Конституция это не просто книга, она правовой фундамент нашего государства. Как ты считаешь, что будет, если у страны не будет Конституции? Она будет беспорядочной и не будет никаких законов. Предстанут сдавать книги, будет много аварий, кто-то может даже погибнуть. Без правил будет очень сложно жить, нельзя будет перейти дорогу из-за скопления машин. Хорошо. И данный же вопрос мы адресуем нашим ребятам. Были бы воры, да, Конституции бы не было, то они бы были на свободе и погибало бы много людей и пострадало тоже. Весь мир превратился бы в хаос. Ну, не будет порядка, машины не будут ездить по правилам. Я думаю, бандиты шагали бы на каждом шагу. За каждым углом было бы что-то ужасное, творились бы немыслимые бедствия, связанные с невыполнением законов, которые приняты сейчас. И не будет связи в этом. Будет развал в обществе. Страна бы развалилась бы, а без него было бы неурядица, и люди бы часто конфликтовали между собой. Они бы что-то не делили бы, и каждый бы стоял на своем мнении, что он прав, а кто-то не прав. Невиновного человека будут судить, а тот, который виновен, его отпустят, а тот сядет в тюрьму. Наверное, было бы человеку сложно здесь, потому что наш Кыргызстан основывается на свободе, и правах человека, и улучшает, чтобы было легче жить здесь. Люди не будут уважать друг друга, не будут относиться к взрослым людям с уважением, начнут драться. Теперь вы поняли, что Конституция нам просто необходима. И вот почему. В ней отражены самые основные положения и статьи, без которых уже невозможно представить нашу жизнь. Благодаря Конституции я могу влиять на судьбу своей страны. Благодаря Конституции мои права и права всех детей защищаются. Благодаря Конституции честь и достоинство каждого из нас защищены. Благодаря Конституции я имею право на свободу и личную неприкосновенность. Благодаря Конституции права и свобода человека являются высшими ценностями нашего государства. Сегодня на этом у нас все Но мы с вами ни в коем случае не прощаемся В последующих выпусках мы продолжим с вами говорить о наших правах и обязанностях Смотрите нас скоро и не забывайте изучать право с детства Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok